Можно получить огромные штрафы и даже уголовную статью, причем с немалыми сроками заключения. Так вот сегодня я покажу вам 16 основных запрещенных товаров. Рекомендую досмотреть это видео до конца, ведь вы должны быть в курсе, что можно покупать, а что нельзя. Поскольку незнание законов в нашей стране не освобождает от ответственности. И только для ознакомления я оставлю ссылки на запрещенные товары. Ничего из них даже не думайте заказывать. Номер 1. Флешка-диктофон. Данное устройство имеет встроенный аккумулятор, поэтому может вести запись на протяжении 6 часов. А если такой диктофон установить в USB разъем, то он сможет записать аж 70 часов. Также может работать по своему прямому назначению. То есть как обычная флешка на 8 гигабайт. Интересная вещь, но к сожалению такое устройство попадает под статью 138 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. О незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В лучшем случае вас ждет штраф до 200 тысяч рублей, а в худшем лишение свободы сроком до 4 лет. Так что покупать такой товар я вам не рекомендую. Номер 2. Под ту же самую 138 статью попадает и вот такой брелок с камерой. Своим внешним видом он напоминает пульт от автомобильной сигнализации или даже раскладной ключ. Работает в двух режимах, запись видео со звуком или просто запись звука. Емкость встроенного аккумулятора составляет 300 мАч. Его здесь хватает максимум на 5 часов работы. Запись идет на обычную microSD карточку до 32 гигабайт. Было бы удобно использовать такое устройство для записи каких-то заметок, лекций, конференций, но к сожалению статья не позволяет. Интересно узнать как вы думаете для чего придумали такой закон. Свои версии пишите в комментариях. Номер 3. Вы наверное удивитесь, но за такие смарт-часы вы тоже можете попасть за решетку. Это конечно очень странно, ведь в наше время такие гаджеты становятся все более популярнее. И сейчас это уже не просто часы, а полноценный телефон, спрятанный в их небольшой корпус. Умные часы можно не только синхронизировать с вашим смартфоном для получения уведомлений и отправки данных. В них также можно установить сим-карту и использовать как отдельное средство связи. Что позволяет довольно комфортно совершать вызовы и отправлять сообщения. Но в корпусе таких часов спрятана небольшая камера для снятия видео или фото. И только поэтому данное устройство считается запрещенным и попадает под шпионскую статью. Так что если вы решили заказать себе смарт-часы, то лучше выбирайте модель без встроенной камеры. Номер 5. Лазерные указки. Согласно статье 267.1 УК РФ, за угрозу безопасности эксплуатации транспортных средств из хулиганских побуждений может грозить штраф от стачи. Номер 6. Брелок в виде фотокамеры. На первый взгляд кажется, что это просто какая-то игрушка. И вы вряд ли подумаете, что этот небольшой брелок отлично умеет снимать видео с разрешением 1280 на 960 пикселей. Время записи от встроенного аккумулятора составляет около 3 часов. А видеофайлы сохраняются на microSD карту до 32 гигабайт. И поскольку такой брелок предназначен для скрытого получения информации, то в некоторых странах он запрещен, в том числе и в России. Номер 7. А вот еще один шпионский товар. Маркер с камерой. Хотя на маркер похожа только его верхняя часть. В нижней же части расположен очень емкий аккумулятор на 950 мАч. Его легко хватит на 7,5 часов видеозаписи. По задумке китайцев, он должен крепиться на карман вашей верхней одежды. И в итоге снаружи останется только его верхняя часть с камерой. Поэтому окружающие просто не заметят в чем здесь подвох и что их снимает скрытая камера. Для таких размеров качество съемки неплохое с разрешением Full HD и конечно же со звуком. Вещь прикольная, но опять же есть риск нарваться на статью 138 часть 1 УК РФ. Номер 8. Отмычки. Пока известен лишь один случай заведения уголовного дела за приобретение отмычек. Но если вдруг на таможне возникнет интерес к вашей посылке с этим товаром, то у вас есть все шансы попасть под все ту же статью 138 часть 1. По закону наказание за приобретение такого мелкого и безобидного товара может составить до 20 тысяч рублей. Интересно, что сам предмет не является незаконным. Незаконным является его покупка или продажа. Так что если у вас возникла необходимость открыть свой личный замок, ключи от которого вы просто потеряли, то отмычку лучше изготовить самостоятельно, а еще лучше спилить замок при помощи болгарки. Номер 9. Очки с камерой. На самом деле очень удобная вещь для записи видео от первого лица. Уверен, такие пригодились бы журналистам, путешественникам и тем, кому необходимо незаметно снять видео в местах, где съемка обычно запрещена или труднодоступна. Причем обнаружить съемку скрытой камерой посторонними лицами практически невозможно. Именно поэтому в России они запрещены и попадают под все ту же 138 статью. За похожие очки несколько человек уже получили срок. Кому интересно почитать все эти статьи, ссылки на них я оставлю в описании под видео. Номер 10. Мечи. Даже ребенок понимает, что заказывать холодное оружие с Алиэкспресс далеко не самая лучшая идея. Но еще бывают люди, кто по глупости или по незнанию все-таки рискуют это сделать. Так случилось с жителем Тверской области. Он заказал в подарок своему другу полутораметровый меч Катану и попал под статью. Поскольку мечи запрещены для ввоза в большинстве стран. Так что лучше покупайте их на территории своей страны. Иначе вам грозит огромный штраф или даже уголовная ответственность. Да и с ножами нужно быть аккуратнее. Не стоит заказывать их с клинком более 9 сантиметров. Номер 11. Кастеты. Большинство продавцов на Алиэкспресс уже перестали отправлять кастеты в Россию. Хотя раньше их легко можно было заказать. А сейчас такая игрушка попадает сразу по 2 статьи. 16.3 Коап РФ и Закон об оружии. Очень рекомендую ознакомиться с ними по ссылке в описании. И если вы все же сумеете уговорить продавца отправить вам кастет. То будьте готовы к различным последствиям. От банального изъятия на таможне до штрафа в 2000 рублей. Номер 12. Стрелы. Если уж мы заговорили об оружии. То вот вам еще один запрещенный товар. Причем лук и арбалет вы можете совершенно открыто и легально приобрести на территории стран СНГ. А вот заказать для них стрелы с Алиэкспресс нельзя. Потому что они точно так же как и кастет попадают под статью 16.3 Коап РФ. И за такое в лучшем случае можно получить штраф около 2000 рублей. Номер 13. А вот с виду обычные настольные часы. Только заказывать их запрещено. И они также попадают под статью 138 часть 1. Все потому что на их лицевой стороне под темным стеклом расположена скрытая камера. И чтобы ей воспользоваться необходимо скачать и установить на ваш смартфон специальное приложение. А часы подключить к домашней Wi-Fi сети. После этих манипуляций вы из любой точки мира через интернет сможете наблюдать и слушать что происходит в вашей комнате. К тому же в этих часах есть функция датчика движения. Включив которую вы сможете получать уведомления на телефон при обнаружении камерой какого-либо движения. Отлично подойдет в качестве сигнализации, ну или просто следить за происходящим в вашей комнате. Классная вещь. Напишите в комментариях, как вы думаете поймут ли на таможне, что это необычные часы. Номер 14. GPS-маячок. Многие уже знакомы с такими устройствами. Вы можете прослушать окружающую обстановку вокруг трекера, просто позвонив на него со своего мобильного телефона. А также запросить его местоположение. Их очень часто заказывали, например, автовладельцы, чтобы установить на свою машину и знать где ее искать в случае угона. Можно установить на мопед или мотоцикл. Ну или следить за своим супругом или супругой. А некоторые при помощи такого трекера отслеживают перемещение своих детей. Ну и так далее. Применить можно где угодно. Вариантов очень много. В общем, такое устройство тоже попадает под уже знакомую нам статью 138. И лучше воздержаться от заказа подобных маячков. Иначе вам грозит огромный штраф, а может и лишение свободы до 4 лет. Номер 15. Международная организация гражданской авиации ввела временный запрет на перевозку в багажных отделениях самолетов партии литий-ионных аккумуляторов. Размеры партии не уточняются, поэтому почтовые отправления с китайских сайтов тоже могут попасть под ограничения. Конечно, никаких штрафов или уголовной ответственности здесь не предусмотрено. Но при обнаружении на таможне такие товары, скорее всего, просто конфискуют. И свои деньги после этого вы вряд ли сможете вернуть. Так что лучше приобретайте аккумуляторы в своих местных магазинах. Номер 16. А вот, казалось бы, обычная светодиодная лампа. Ну и тут все не так просто. Она имеет камеру и работает примерно как и те настольные часы. Закручивайте ее в обычный патрон вместо простой лампы на 220 вольт. Подключайте Wi-Fi и скачивайте специальное приложение на свой телефон. После этого можно получить изображение со звуком в любой точке мира. Разумеется, лампа работает и по своему прямому назначению. И причем горит довольно ярко. Но все та же 138 статья не позволяет нам совершать такие заказы. Хорошо это или плохо, решайте сами. Но мне кажется, что с такими запретами скоро и телефоны с камерами запретят. Друзья, будьте внимательны и осторожны при выборе товаров на китайских сайтах. Поскольку не все они разрешены для ввоза на территорию вашей страны. Если это видео наберет хотя бы несколько тысяч лайков, то я сделаю вторую часть с запрещенными товарами. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok